друзья всем привет многие просили сделать запись битвы при галгамеле вот делаю запись на самом деле извините это будет не полная запись расскажу совсем чуть-чуть об этой битве к сожалению так получается что каждый раз когда пытаюсь ее записать происходит какая-то фигня то получается очень неинтересный бой мы как бы возю каем то получается очень неинтересный бой нас возю сейчас в принципе более-менее все хорошо получается и такая вот борьба но я тут случайно обнулился по дури и поэтому ну наверное тоже полезно будет послушать что надо при этом делать при том что меня обнулили вот у меня 626 очков иду на седьмом месте ну вот что же я для этого делаю может тоже будет кому-то полезным так давайте сначала если мы посмотрим на карту поля боя то в принципе ничего такого принципиально отличающегося от константинополя мы не увидим те кто смотрели видео про константинополь или может быть посмотрите ссылочка будет в описании у нас есть телепорты у нас есть шансы телепортирования и у нас есть несколько строений за удержание которых мы получаем очки вот в отличие от константинополя зданий тут меньше тут всего 4 телепорта тут всего есть одна больница поля боя если мы держим больницу поля боя тут можно почитать описание увеличивает скорость лечения альянса вот когда она активна ну и плюс когда мы ее удерживаем за каждую минуту нам капает по 16 очков главного здания в отличие от константинополя нет поэтому скажем так в константинополь ходить не нужно есть две башни одна башня благословляющая которая дает плюс 20 к защите и к таки если я тут ничего не перепутал вот до показатель атаки ну всего альянса это имеется ввиду каждый участник альянса вот и есть башня марша тоже которая при удержании дает ускорение вот захватите ее чтобы повысить скорость марша всех союзников к монстрам и уменьшить скорость марша противников на 30 процентов но и также при удержании держим очки далее напоминаю очень важная штука которая происходит это телепорты телепорты это возможность передвигаться по полю боя блин что собаки выбили выбили меня так ну давайте усилим хоть будут копать очки напоминаю что если мы усиливаем блин прав прав тыкал вот просто прав тыкому ничего страшного на если мы усиливаем портал то когда у нас стоят здесь войска то мы получаем тоже очки то есть если у меня стоят в портале даже не я захватил а кто-то другой тут будут стоять войска то мне тоже будет идти часть очков поэтому тоже этим можете пользоваться вот далее извините отвлекли сейчас мы сделаем призрак на вот этом вот игроки нету осталось совсем мало войск вот но история также следующая так чаще 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 раз сейчас нам надо что а ух ты же блин журналы оккупации прикольно так ночью валь тут давайте усилим значит тут тут достаточно войск чтобы удержать ну либо просто в него убился так вот по поводу телепортов тоже еще раз объясню расскажу происходит следующее у нас ограниченное количество шансов телепортов то есть телепорты я трачу свои вот они где-то здесь у меня движение ну вот например да у меня там 632 телепорта приключения города но я не могу и все 600 потратить потому что если я даже буду начну аки стрекозел прыгать по карте вот я потрачу 40 телепортов и все ну кроме этого есть еще мои союзники они тоже пользуются вот этими шансами телепорта и когда у нас вот здесь доходит до нуля вот это вот количество то мы никто из моего альянса прыгать не можем это очень важно напоминаю держать телепорты когда мы держим телепорты то нам капают шансы телепортов то есть тут тоже как бы надеюсь этот момент и этот нюанс понятен так что лагере меня выбили отлично отлично просто отлично просто чудесно вот так вот 40 телепортов когда мы держим телепорту нам капают шансы телепорта это надеюсь тоже как бы было понятно теперь очки мы также еще зарабатываем убивая монстров вот это вот принципиальное отличие от константинополя то что мы можем зарабатывать очки убивая монстров вот то есть как мы можем получить очки захватывая здание помогая удерживать здание убивая войска противника и убивая монстров в константинополе монстром мы убить не можем соответственно также можно гость гостица или призрачиться на зданиях которые захвачены противником на зданиях собственно говоря на игроках противника и можно еще призрачиться на монстрах тоже такая вот штука теперь что же делать если вот я оказался пуст ну вот все пуст да вот может быть даже хорошо что ну воевать как-то надо или хотя бы помогать удерживать все обнулен обнуленыш ну что делать может призвать дезертирована пусть стоят кстати с дезертирами пускает в бой с ранеными не пускает то есть всех раненых в госпитале надо вылечить а вот если есть дезертиры то хай себе там сидят так вот заходим в лечилку делаем вот тут вот сброс моя тушка не закрывает делаем сброс ведь еще разброс и восстанавливаем восстанавливаем на 5-10 минут войск давайте на 10 восстановим смысл там принципиального нет ну пусть будет служба медом не казалось ой чуть-чуть я увлекся ну вот блин можно на 15 лечить ну давайте полечим ускорить давайте на 15 господи 15 вот совсем совсем ни разу не жалко и все теперь я могу воевать теперь я по крайней мере я могу сделать разведку вот что у нас здесь разведка показала я разведал тут целых две арабские чувак да ты вот прям этот прям прям вау-вау-вау а не расслабился ли ты успеешь вытащить но блин я просто мега победятел понимали у меня просто мега успешная атака я убил 118 юнитами целых два то что вы думали да и конечно что выбьет сейчас мне не выбьет разведал разведал так только разведал вот разведал а вот чтоб не думал что все так легко и вот собственно говоря вот такие вот истории ну по крайней мере видите да то есть я перри захватил его уже уже не даю вражинам возможности зарабатывать шансы телепорта не 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 а вот это вот вот так вот не надо не надо вот тут теперь выведем то есть теперь начинается игра сейчас я буду заниматься чисто тем чтобы не дать выражение будем пытаться перезагрузку арабская кавалерия ну нифига себе не внутри тысячи я не выбью ссоре так что так что так что окей так а вот теперь можно теперь и захватить атака и побежали то есть эта игра крайней мере вот такие вот вещи ну окей будем перезахватывать уведем вот так так что ребят на самом деле битва на галгамеле тоже по-своему достаточно интересная тут можно позарабатывать всяких ящичков причем чем больше монстров вы чем больших монстров вы бьете тема как бы больше шанс у вас тут заработать очень быстро да там не ходя в сборы какие-то еще чего-то каких-то плюшек вот тут можно их находить искать и и так далее и так далее но тут также надо быть понятным дело быть очень аккуратным потому что пока вы ходите и возвращаетесь со сбора в этот момент вас достаточно легко поймать я других ситуациях тоже ловился на этом поэтому поверьте это неприятно когда там твоих 500 или 600 тысяч коняшек и и все вот кто-то большой и крупный поэтому как бы с другой стороны все войска которые у вас попали в больничку по окончанию поля боя они будут восстановлены вот и ничего страшного далее не произойдет а сидеть в строение достаточно полезно потому что ну вам тоже будет капать часть какая-то очков хоть убейте не не знаю точно сколько не скажу вот но все равно то есть не останетесь без очков если вы даже будете поддерживать причем можно восстановить несколько и таким вот образом троллить давайте еще немножко восстановим и таким вот образом также можно потроллить перезахватывать захватывать и так далее так далее допустим так два часа не интересно давайте тоже на пять минут и отправим во все стороны марш лечить на пять минут ускоряю ускорить пять минут сделано что там что там случилось что меня выбили ох вы же блин гады нехорошие ну ядрить колотить а так журнал оккупации ну давайте отправим так атака сброс буквально пару юнитов пусть сюда идут вот какой-то юнит можем сюда отправить с кем-нибудь усилить например сброс раз два три но я уже никуда прыгать особо то не буду вот сюда далеко конечно таким вот образом тоже но можно стать более рационально там стать где-то между вот этими вот тремя зданиями там или вот сюда вот но все-таки битва при гаугамеле она больше рассчитана на то что у вас будут давайте троянчика сюда отправим на больше рассчитана на то что если вы условно говоря вам делать нечего то вы будете заниматься убийством на животных говорю к сожалению к сожалению я свой свои войска прав ты кал вот такое тоже случается со всеми не буду стесняться этого выражения ну что ж друзья на этом буду наверное заканчивать вот такой вот достаточно спонтанный обзор я же говорю что не всегда показывать хорошие бои не всегда там указывать мега нагибы я знаю что это больше всех всем нравится вот но тем не менее думаю что знание и понимание того как выкрутить ситуацию если все перевернулось как бы с ног на голову тоже может быть полезным 658 очков сейчас да вот сейчас а я даже занял этот ну нормально внезапно оказалось что я его занял с какими-то вообще двумя юнитами поэтому ребят вот еще один момент не сдавайтесь пожалуйста если у вас вот все пошло вас обнулили там не сдавайтесь на пять минут восстановили войска там на 10 на 15 ну сколько не жалко и продолжайте тролли перезахватывать вы все равно будете полезны и для вашей темы вот сейчас хочу хочу посмотреть как тут щелкнет счет если он щелкнет 658 вот уже 674 но это больше чем был бы но вот все ребят всем желаю хорошего настроения не болеть не гореть желаю всем удачного нагиба буду надеяться что данное видео тоже хоть каким-то образом вам поможет в развитии в игре всем пока пока